Помидоры японской теплицы вызвали ажиотаж. Первый урожай поступил на прилавки двух крупных магазинов столицы и сразу был раскуплен. Действительно ли овощи на овечной мерзлотте вкуснее китайских аналогов и каково в них содержание нитратов, узнала Туяра Филиппова. В первый день продаж помидоры буквально смели с прилавков. Да, действительно, сегодня поступали помидоры садахские по 345 рублей, всего 30 килограмм. И все за час раскупили. Спрос очень хороший. Сегодня покупатели уже ждали с утра и вновь за считанные минуты разобрали поступившую продукцию. Помидоры выросли зимой на якутской земле. Поэтому, наверное, такой интерес, скорее всего. А потому что китайские уже надоели, они вообще и мерзлые, и водой идут, а местные, говорят, очень вкусные. Накануне в программе «Один из нас» нашего канала гостям передача, а это известные блогеры, устроили тест. Все безошибочно определили свежие помидоры из цардаха, отличив их от предложенных привозных китайских. Вкус очень насыщенный, а вторые немножко хрустят, это китайские. Если вкус и запах у якутско-японских помидоров оказался отменным, то по содержанию нитратов, как ни странно, нитратометр показал их содержание чуть меньше именно в китайском образце. Авторы проекта усомнились в показателях бытового измерителя и предъявили данные лабораторных исследований. Хотя и полученные в прямом эфире данные почти в три раза ниже предельно допустимой нормы, что означает их экологическую безопасность. Производители сейчас снимают в теплицах ежедневно по 100 килограмм урожая. Понятно, что этих объемов недостаточно. В будущем на втором этапе эксперимента подобную теплицу намерены построить еще в Хангаласском районе. Без господдержки на рентабельность планируют выйти через 8 лет. А если будут вливания из бюджета, и того меньше. Главное, чтобы был спрос и рынки сбыта. Пока же спрос значительно превышает предложение.